Диагноз – это вовсе не приговор, так считают участники межмуниципального форума под названием «Мир без границ», который проходит в Тельвиске. В течение двух дней эксперты будут обсуждать возможности повышения социальной активности людей с ограниченными возможностями здоровья. Впрочем, первые результаты уже есть. В десяти муниципальных образованиях региона появились свои отделения, Ненецкая организация и Всероссийское общество инвалидов. В будущем их создадут в каждом сельсовете. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Любовь Пермякова. Можно сказать, у меня 10 лет из жизни выпало. Но ничего, я справилась. Председатель регионального общества инвалидов Надежда Ковалевская еще раз доказала не только себе, но и таким, как она, людям с ограниченными возможностями, что имея группу инвалидности, можно жить полноценно. В прошлом остались страшный диагноз – целый год без движения и еще несколько лет в инвалидной коляске. Приговор врачей отменила сила духа и большая вера. Я старалась. Я не падала духом. И мне хотелось жить. У меня есть семья. И я хотела быть равными, такие, как все. Теперь Надежда Евгеньевна старается не для себя. Ведь в настоящий момент в окружной организации инвалидов, которой она руководит уже 15 лет, состоят около 600 человек. Филиалы общества созданы уже в десяти муниципальных образованиях региона. Цель нашего форума – создать местные организации в каждом селе, чтобы они были зарегистрированы, юридическими лицами являлись, чтобы они могли писать проекты и вообще работать для людей с инвалидностью. Потому что действительно на селе очень слабо работает общество инвалидов. Окружное общество инвалидов имеет 19 местных организаций. Но как-то работа слабо поставлена, потому что мы находимся друг от друга далеко. Точка сближения на этот раз стала Тельвицка. Село выбрали не случайно. Ведь оно по праву считается одним из самых гостеприимных и имеет интересную историю. С ней гостей фестиваля познакомила сотрудник Пустозерского музея Евгения Колесникова. В 1491-1982 году был такой великий московский князь Иван III, который активно начал собирать земли вокруг Москвы. В том числе в зону его интересов вошел в Север. Он отправляет сразу несколько экспедиций. Отправляет экспедиции за Урал и отправляет экспедиции на Печору в поисках месторождений. Пройдет еще несколько десятков лет и в 1574 году на реке Городецкий шар возникнет Тельвицка. В тот период село являлось промысловой жирой и включало в себя три сарая, владельцами которых были пустозерцы. Кстати, их в шутку называли шабурами. Такое прозвище они получили от названия повседневной одежды. В старину мужики-добытчики носили рабочий армяк из грубо чаще всего домотканной ткани. Своих же соседей из деревни Усти предки телевизчан называли пустоварами. Это фирменное рыбацкое блюдо. Его готовили из белой рыбы и заправляли мукой. Вкус, говорят, необыкновенный. Впрочем, как и сам экскурс в историю, считает самый молодой участник форума Виталий Хабаров. На самом деле самое интересное, что я на сегодняшний момент узнал, это, наверное, историю телевизчан. Потому что интересно, когда ты едешь вроде бы по работе, скажем так, но при этом у тебя еще есть возможность окунуться в какие-то исторические моменты. То есть я как человек, который люблю историю округа, было достаточно интересно послушать, с реальными примерами из жизни. Ну и, конечно, было интересное мероприятие – это сказкотерапия. То есть как бы действительно задумываешься, там сказки начинаешь воспринимать по-новому, и как бы какие-то новые мысли в голове созревают. Сказкотерапия – еще одно направление в работе форума. Семинар по этой теме для людей с ограниченными возможностями здоровья провела психолог Лариса Борисова. Во-первых, я пыталась донести до людей то, что ограничения у человека не в физической его форме. Ограничения, они в первую очередь в голове, в нашем мироощущении, в ощущении радости жизни, благодати жизни. Вот это самое главное. Кроме сказкотерапии и экскурса по истории телевизки, в программе «Первого дня» – торжественное открытие форума. Сразу после состоялся круглый стол, на который совместно с органами власти обсуждались различные аспекты законодательства в сфере социальной защиты инвалидов. Второй день посвящен проблемам и инновационным методам реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Что же касается итогов форума, то организаторы надеются, что у участников появятся новые интересные проекты. А самое главное – новый взгляд на собственную проблему. Очень нравится, очень интересно. Мы, во-первых, тут уже кое-что возьмем на заметку. В следующий раз мы будем проводить, может, у себя такие занятия делать будем. У нас, конечно, еще маленькие общества, 26 человек у нас, членов общества. Но в поселке инвалидов почти 100 человек, так что перспектива есть. Я хочу как можно больше объектов привести к статусу условно доступных, потому что мы понимаем, что у нас учреждения очень мало инфраструктурно пригодных учреждений для правильной адаптации. Красоту увидеть в некрасивом, услыхать в ручьях разливы рек, кто умеет в будни быть счастливым, значит, тот счастливый человек. А сегодня очень много говорила Лариса о счастье, о радости. В общем, в любом состоянии, в любом положении надо находить что-то положительное.